Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс ControlPaint.com, и сегодня мы поговорим о цветовом контрасте. Все, что я буду показывать в сегодняшнем занятии, связано с комплементарными цветами. И если вы не помните, что это значит, то комплементарные цвета – это цвета, противоположные друг другу на цветовом кругу. Вот, например, голубой и оранжевый. Они комплементарная пара. Вот тут я разместил голубой и оранжевый рядом друг с другом на сером фоне. Если посмотреть на стык двух тонов, то может создаться впечатление, что он врезается в глаза. Возникает неприятное напряжение. И этому есть причина, которая называется одновременный зрительный контраст. То есть у нас два комплементарных цвета с одной и той же интенсивностью и насыщенностью цвета. И это очень сильно влияет на наше восприятие. Это активирует цвета и делает их более энергичными. Окей, я создам небольшой пропуск, так как цвета действительно слишком яркие. Не стоит смотреть на них слишком долго, но если усвоить этот принцип, то можно использовать его в работе в собственных целях. И вот простая сцена с красным тоном. Но тень я сделал зеленоватого оттенка. Вообще, это воображаемая сцена, и я выдумал ее, а не взял из реального мира. Но вся суть в том, что я создал комплементарные цвета, чтобы активировать рисунок. И другой отличный пример использования этого принципа – солнечный свет. Вот, допустим, у нас есть желто-оранжевый тон солнечного света, но тени-то голубого оттенка. И причина того, что тени голубые в том, что отраженный свет от неба синевы виден там, куда не попадает прямой солнечный свет. То есть в тенях. И этот пример – проявление комплементарных цветов в природе. То есть каждый раз, как у вас есть большой освещенный и большой затененный участок, вы можете использовать этот принцип. Вот смотрите, у меня сцена с простым оранжевым тоном и направленным цветом. А вот я ее немного изменил и добавил комплементарного цвета. Сцена стала куда более активной. Но чтобы использовать этот эффект на максимум, нужно очень аккуратно работать с насыщенностью. Вот в этой зоне насыщенность высока, и глаз притягивается к этому месту. Но высокая насыщенность нужна не везде, поэтому в этой зоне я уменьшил ее. В обычной живописи этот эффект используется постоянно. В частности, на этапе создания набросков или подготовки изображения. Вот это изображение, например, оно еще не закончено. Оно в процессе создания. И скорее всего, на финальном изображении что будет? Голубое небо. У вас может возникнуть недоумение. Зачем тогда рисовать небо оранжевым? А все потому, что затем художник покроет небо голубой краской, специально оставив голубой цвет в нужных местах. И тогда принципы цветового контраста оживят небо. Оно получит богатый, яркий цвет. Этот цвет нельзя было бы создать одной лишь голубой краской. Точно такой же принцип, как и добавление щепотки соли в шоколадное печенье. Если добавить соль, то сладость шоколада станет еще ярче. Вот так выглядит законченное изображение. Смотрите. Растения зеленые, а небо голубое. Но вы все равно видите красные мазки то тут, то там. Это делает основные цвета богаче и ярче. И неважно, хватило ли у вас времени создать набросок одним цветом. Все равно стоит использовать комплементарный принцип в своей работе. И если вам нужно привлечь внимание в те или иные участки изображения, то обязательно добавьте немного цифрового контраста. Спасибо за ваше внимание.